Рак Салют 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 всем, кто подключается 15 человек Еще 17 и начнем Блин, уже 19, черт, я хотел при 17 начать Че дела? В смысле, че народ, как дела? Мне надо как-то вас развлекать Я просто жду Сережу Сережа еще придет, Саймур Когда-то Поэтому давайте пока пообщаемся на вопросы Всем добрый вечер Всем добрый вечер Салют Салют Всем салют Всем салют Е О Е Так Че не побрился? Да вы че, охренели что ли? Серега позже придет Такое дело, бриться нынче лень совершенно Потому что я кто? Пау Поговорим о лене Вот, кстати, ребята, есть тут ленивые Ленивые есть кто-нибудь? Вы прокрастинируете свои дни Как летай, например Или как я Всем салют, кто приходит Всем салют Давайте обслужим Блять Ой Такая оговорочка, да? Немножко латентной шлюхи Это В смысле не обслужим А обсудим батл вчерашний Пока Сережа приходит Вообще Сегодня не хотелось говорить Про батлы Абсолютно Я думал что-нибудь за житуху с вами Потрещим Спросим Как Как делишки У вас И все такое Вот Так Артем Белов Артем Белов в баню отправляется Братишка Братишка в баню Вот Короче Не хотелось говорить по батлу Я думал Потрещим с вами Чисто по это За всякие темы Так Чтоб никуда нас не выкладывали Ни в какие паблики По дружески Посидим Поболтаем Вот Но в общем-то Обстоятельства велят Что надо поговорить Про батл Вот Ну и поотвечать На вопросики ваши Чем я занимаюсь В последнее время Те кто до конца досмотрит Эту трансляцию Узнают чем я занимаюсь В последнее время Всем кроме Бритья Вот Ну Че то лень просто Вот Последнее время я мотаюсь Москва Питер Питер Москва Как Радищев Вот И Раз уж обстоятельства Велят нам подождать Сережу Сеймура Пока он важное Решает вопросы Вот Но он не в туалете Если что Типа и он не рядом Он присоединится Попозже Вот И пока мы можем поговорить Про вчерашний батл Сразу скажу Я не смотрел Вчерашний батл Вот К Тирепсу отношусь Классно Прическа у него Прическа у него Офигенный Вот И в общем-то Не смотрел я Вчерашний батл Открою небольшой секрет Я смотрел По-моему Только один батл А я смотрел два батла С этапа С третьего Я не смотрел Свой батл С Династом Я не смотрел Батл Следующий Кто там был Литая С Ленькой Вот И я не смотрел Батл Соответственно Вчерашний Но я помню Свои примерные ощущения По поводу этого Вот Да что-то надоели батлы Поэтому не смотрю Реально вот Времени нет Занимаемся важными Насущими делами Блин Чувак Нахуй дома очки Это тоже самое Понимаешь Для кого-то бар второй дом Вот Будем считать что Для меня дом Первый бар Понял да? Типа я в очках там И в очках здесь Вот Не знаю что в очках Захотелось посмотреть Просто знаете Вот так вот В очках смотришь Шестьсот семьдесят Подписчиков Вот так вот смотришь Тридцать семь О Так опять шестьсот семьдесят Классно В 3д очках больше людей Больше лайков Сеймур Присоединится попозже Вы пока готовьте Вопросы Сеймуру На девять Он из них Ответит Скорее всего Вот Может быть даже на десять И потом мы с вами поговорим Об одном замечательном Деле А может и не Поговорим Вот Ощущения свои я помню От того батла Помню что Смешарик Выиграл точно первый раунд Вот это было стопудово Вот Ну а потом Гриша два Остальных конечно Затащил Поэтому я думаю Чистая победа Не знаю насчет 3-0 Тут надо пересматривать батл Вот Но в целом Прям победил Гриша И это очень круто Вот Теперь поговорим о ромашках Может быть с вами Кто не гадал на ромашках Это Не относится К батлу Но Так что Разредить обстановку Салют всем кто приходит Салют кто выходит Всем Что будет после четвертого этапа После четвертого этапа Наша жизнь кардинально поменяется Кого то Заберут В войска Кто то поедет В Грузию Пить вино У нас все расписано В контрактах Но я не могу Об этом говорить Но после четвертого этапа Будет что то веселое В принципе Если У вас Ты мастер перескока С темы на тему Это Самая частая Фраза Да Нашему президенту Кого то на букин машин Да Кому то В пещеру накидают Кому то уже накидывают Несколько этапов подряд Вот Просто не будем говорить кому Ко всем относимся положительно Достаточно Поэтому не будем Никого оскорблять Тут за глаза Как мне Микси Микси классный Микси классный Мне кажется это взаимно И У меня такое ощущение Что Микси Ради меня бы Угнал импалу Как вы думаете На репперископе будет Да надеюсь что нет Ну пусть пуляют Тут ничего информативного Мы просто хотели с вами Потрещать По поводу одного дела Особенно с москвичами Кстати Москвичи если есть Вы здесь Москвичи есть Вот Я просто из села Мне можно заплетать языком Как Микси заплетает языком Ой Вот И Кто из Москвы Короче Это Ставьте Ставьте необычные смайлики Какие они там типа Вот И мы потом объясним Для чего это Просто перепись Перепись москвичей Вот К Маконану отношусь Классно У Маконана есть пара Маконан пидорас Вот Москвич Вижу Вижу Не 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 это не фанат сверхов Это фанат импалы Потому что Фанат Микси то есть Москвичи дождитесь У нас трансляция небольшая Будет пол часика где то Просто надо подождать этого джентльмена Вот Ой как москвичей пошло полно Так москвичи не уходите пожалуйста Пол часа потерпите И оно того будет стоить Мы вас пригласим на модную тусовку Очень потусить Там повеселиться Порассказывать Всякие анекдоты Хотел бы фицца смоки У меня есть фицца смоки уже Вот так вот Могу я сказать В Тверь В Тверь никто не зовет Ну Тринадцатого будет У нас Небольшая движуха Когда альбом Когда треки Давайте поговорим про это В принципе я не знаю У меня на самом деле Появилась идея Для нескольких треков Но сейчас реально Времени нет и так впадлу Поэтому блин Ресторатор одним словом Охуенный Охуенно душевный Слушайте так А почему уже Пришло там Пятьдесят лайков Всяких Необычных Если людей Меньше всего Все в Москву приезжать Трек Майлза Кстати заценил У Майлза Прикольный трек Очень рад за Аленьку За братишку маленького За нашего мальчика Вот Еще десять лет назад Когда Алёне Было примерно Четыре пять лет Я там не знаю Сколько сейчас ему Вот Для меня была Не то что мечта А просто какой-то космос Планета сорок шесть И космос Записаться со Смоки Мо А тут уже Братишка мой записывается Вот Маленький пиздючонок Записался Хороший трек Очень прикольный трек На самом деле Текст Хороший У Майлза Он молодец Фаворитом себя нет Не считаю Считаю себя фаворитом Импал только Импалу Дай Дай по импалу По импале микси дадим А По импале Что со мной будет Ох Со мной будет Круто Флоу на следующем этапе Да Не хочу я делать Флоу Ну Я знаю что мне надо Работать над подачей Работать над Вот этим всем Да Но Посмотрим Посмотрим Салют ЕКБ Слово ЕКБ Вот Что такое импала Импала это машина Машина Микси И братьев Этих Винчестеров Ланнистеров Или как там И сверхов Капюшон Да Слышал Но не слушал Панчи и делаю Панчи и делаю Панчи и делаю Как про ланчи не буду говорить А то опять Про Димаста спросите Вот Пока Сэмура ждем Можно в принципе Да я знаю что ли Лени 19 исполнилось Слушай у нас был жесткий кастинг Нас брали просто По паспорту И по наличию 18-летия Вот Короче это Можно с кем-нибудь пообщаться Кто Хочет Какой-нибудь Классный вопрос Задать Кроме того что будет В Москве 13.10.17.00 Вот Команде С текстом Все друг другу мы помогаем Потому что Братишки Пара на финале Рэбл Да Кто там батлит Я не помню Блин Ну Сектор А Дипексенс с мовцом Да Привет Таня Всем привет Сэймур Что делает А нет Сэймур не это Не делает Дэр Леньки не отметили Я Просто поздравил его На Турбатле Не знаю По поводу Архангельска ХЗ Но Если мероприятие Которое мы планируем На октябрь-ноябрь в Москве И все получится То с этими мероприятиями Приедем в ноябре В декабре Может быть в Архангельск С ресторатором Нет Не хотел бы С ресторатором Батлить Невозможно Потому что Ресторатор не выучит текст Но ресторатор во фристайл батле Это конечно Бомба Просто Просто бомба По поводу Сэймур с текстом помогает Я уже отвечал Халям-балям Не нуждается В представлении Салам-халям-балям Халям Кстати следующий батл Который выйдет Халям-балям против В залопы И зарубы Вот Рига Салют Салют Сэймур на ЛБ Да не знаю Придумайте кстати по вопросику Насчет Насчет Этого Сэймура Вот он придет после своих дел Не знаю там Ну я знаю какие у него дела Вот Я выиграл 100 онлайн батлов 100 Но видосов с них нет Вот так вот Мне 27 лет Чего этот Подключить Я могу подключить кого-нибудь Только если у вас адекватный Какой-нибудь вопрос буквально один Вот Брови у меня здесь Брови здесь Вы не представляете В 2007 году Первый батл В котором я участвовал В онлайне Там была рифма Витя Бови там Ну Бови брови Тогда не было двойных рифмов Рифмов блять Рифм не было двойных И двойных панчей Поэтому Бови брови были И я тогда еще Отбивал фейспалм Вот Короче давайте Что там коммунист Посмотреть Окей Давай братан Сестренка Секундочку Ожидается подключение Коммуниста Давайте спросим Что коммунист скажет нам Как коммунисту живется И с голубей Ни с кем почти не общаюсь О Е Брови панч года Где коммунист Коммунист Сори Я нечаянно О Нечаянно Офигенно Это Знаете как это Чувак просто сказал Шепотом я нечаянно Это Знаете как раньше Мало кто знает Но Когда записываешь трек Дома И там это за стенкой Мама И ты такой Шепотом Шепотом Я записываю свой трек Шепотом Вот Потому что мама в соседней комнате А еще я Охрип Оглох Короче Пока ждем Сеймура Звоните Давайте Пообщаемся Давай Чувак Кидал уже заявку Давай Один Классный вопрос Забе Я не видел интервью Забе Насчет Окси Но я думаю Забе Я смог бы вынести Окси Да Всего будет шесть этапов Шесть этапов Давай Келм Ди Келм Ди звучит очень резко Келм Ди это Первый никнейм Маконана Примерно В школе учился Да нормально учился Вроде Физмат класс у меня был А чувак Ну я шучу Я шучу А ты шепчи Алло О Здорово Чуверсус Нашел новый бар Это Ты помнишь Это единственный вопрос Я ж не золотая рыбка Это кстати Хороший вопрос чувак Всем говорю В лице Этого господина Который позвонил Я не знаю Что происходит с баром Я туда не езжу И нам ничего не сказали По поводу площадки Следующий Поэтому Это если был твой Единственный вопрос То чувак я не знаю Чувак и все остальные Давай Вить Удачи Спасибо Спасибо от души Анана Счастливо тебе Давай Слушайте Что там Кто не засал Кто не засал Только давайте Чтобы ваше лицо Я видел А то там Это Что то это Никого не видно Бомба Бомба Замедленного действия Но Микси умеет Играть Сапера Правда Правда Очень плохо Давай чувак Я в тебя верю Заявку на трубатул Я не буду сдавать Простите Простите Чувак Я тебе Я тебе набрал Ты не ответил Блин Сорян Так что давайте Набирать пока еще Да ладно чувак Не шептал Мы же стебемся Понимаете На моих трансляциях Всегда веселая Дружеская атмосфера Здесь никто не хуесосит Даже если ты Ебаный гнидой Пидорасище И нам не нравишься Мы все равно скажем Что ты наш братишка Поэтому О злой панда Мы бежим с тобой От злой панда Злой панда Следующий Поэтому мы стебемся Не переживайте Злой панда Ой я начал материться И люди стали отписываться Извините Прошу прощения Больше не буду Москвичи Не забывайте Что надо еще Минут двадцать Двадцать заканчивать Двадцать минут еще В смысле не заканчивать Знаете Мысли любого парня Во время секса Надо не заканчивать Как много баянов Блин злой панда Что-то не подключается Короче С Пиемом Будет второй раз Да Когда-то батл И будет второй батл У Халям Балям С Гарри Поттером Будет второй батл У Долгой Истории И у Гриша Парагрина Я учился до Одиннадцатого класса Вот Учился я в Архангельске И жил в Архангельске Вот А сейчас я в Питере Сеймур делает работу Эта работа связана с Тринадцатым Десятым В Москве Поэтому он Когда делает работу Придет Вот А Москва Москва Будьте на связи Не уходите никуда Москва Колян Гайер Давайте Колян наберем Колян Классный парень Сделал все уроки Хочет поболтать с нами Паум Да Единственное О Чувак Ты не сделал уроки Ты походу Уроки сделал лет двадцать назад Салют Здорово Здорово Смотри У меня к тебе даже не вопрос А такая просьба Такое сказать Пожелание Я тоже занимаюсь Немножко музыкой Но так как мы с тобой С одной области То есть такая просьба Давай тыщи Тип-хоп Архангельскую область Туда на вершину Попрустрова Ты из какого города? Я село Ярин Ленский район О Ленский район Ее Салют Архангельская область Всем салют Спасибо за пожелание Чувак Привет области Передавай Как-нибудь обязательно к вам приеду Соскучился по области По Архангельску Давай 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 От души От души Спасибо Вот видите Пацаны и девчонки Из Архангельской области Все четкие Все четкие люди Сразу на трансашечку вышли Так Я проебал батл Блин, но так вышло Извините Вот Сеймур вынесет гнойного Я думаю Сеймур бы вынес гнойного Да В Питере сейчас холодновато Как читается мой ник если ты в 3D очках ДО БРИНЯ РУСИЯ РУНИ КУРА КЕЛЕГО У Голубей силен Династ Династ Но в принципе Династа я изначально считал таким чуваком опасным Потому что у него достаточно опыт большой На Новый Год Варх Не знаю посмотрим Злой Панда ты не подключаешься Сори Ты это У тебя не подключается Мы уже пытались Династ Молодец Так Ну Династ Вы понимаете в чем суть Я когда читал с ПМом Я не кичился тем что у меня там дохерища батлов Это батлы онлайн треки Понимаете с этого все начиналось Были треки Вот тема ты пишешь трек у тебя соперник Ты проходишь следующий раунд И все И кстати батл сейчас Который был на четвертом этапе Это был мой десятый оффлайн батл Вот И всего около сотки Ну это просто понимаете было сравнение На то что ПМ говорил про то что он догнал свой возраст Вот немножко заговариваюсь Панакондас да хрен знает Я не слушаю сейчас русский рэп Вообще что то от музыки Далеко Заявку не можешь кинуть Майлз Тим Блин Майлз Тим Я тоже не могу позвонить Я позвонил Майлз Тим Можно позвонить интересно Майлз Тим Майлз Тим Майлз Тим Блин долго тебя искать короче Майлз я не знаю почему слил Я не пересматривал еще батл Поэтому не могу сказать почему Проиграл Но он вроде текст забыл да Маккона на онлайнах Маккона участвовал на пикбуле Вроде как да про это говорили Когда буду в архе не знаю Годный фильм Блин очень хорошо Хороший вопрос Что то я редко смотрю Но на Веном я б сходил наверное Спасибо за крутых тигров Динас бы вынес Пьема Ну не знаю Сложные Все понимаете Нет такого понятия кто кого вынесет Есть конкретный батл Ты в конкретном батле сегодня Можешь проебать Завтра ты этого же соперника Можешь вынести Это очень много Очень много Все зависит от Разных факторов Мирон 477 Скрыть трансляции Сори Энрейдж очень крутой Энрейдж недооцененный Самый недооцененный Эмси сезона Видел арт в инсте династа В Астрахань приедут Да хрен его знает Понимаете Суть в том что все путают Архангельск Я из Архангельска И все обычно путают Архангельск с Астрахани Вот если я когда-нибудь Спутаю Архангельск с Астрахани То я приеду в Астрахань Сеймур отвечал Вопрос Да Короче Дома тепло Дома охренеть Топят норм вообще О Сьерра-Леоне Подключается Ну что Сьерра-Леоне Подключим Слушайте Вопросы очень сложно Будет Читать Но мы постараемся Вы придумали вопросы С Эймур Сейчас Сэймур подключается Наш чувак Смотрите Тебе не слышно чувак или ты не говоришь Ребят А че мне сделать Чтобы тебя слышать О Мы тебя слышим Во Во Сейчас слышу Во Сейчас слышу Здоровы ребята Накидайте Плюсов, вечно голодный, наверное, он сейчас ел, скорее всего, поэтому мы его ждали. Нет, блядь, ты мне не дал поесть. Батл Бист. Мне кажется, просто ты смотрел раунды Лехи Медь, поэтому все так долго произошло. Накидайте Бушлатов, накидайте за Сеймур Бушлатов. Ну что, давайте, ребята, несколько вопросов. Плюсики пошли, плюсики. И я тут выяснил, что очень много москвичей у нас. Слушай, номера карты нет, блин, но кто хочет поблагодарить и задонатить, напишите в личку. Я вам скину номер карты Микси и купим ему импалу. Или что-нибудь еще. Салют. Сеймур, тебе вопросы пошли. Читай, отвечай. Я закрою глаза, даже никто не заметит, я же в 3D-чках. Кто-то послушал мои песни. Ничего себе. Лицемер и журналист. О, пошло, пошло. Пошло. По поводу следующего батла, ребята, что-то много предлагают всего, но вообще неохота сейчас батлить, поэтому я отказываюсь. Но зимой, возможно, что-нибудь будет. Я тут это, типа, усы закрываю. Забатлил бы Абу. А с Аббой, ну, мне с Аббой неинтересно было бы батлить, у нас разные стили. Он клоуничает, а я не умею. Серьезно, серьезно. К Лехе подходили плачущие мужики, а чего добился ты? Чего добился ты? Слушайте, мы ответим, чего добился Сеймур. До конца трансляции еще минут 15 поболтаем. И москвичи особенно, не забывайте остаться еще на 15 минут. Чем вы занимаетесь помимо рэпа? Слушайте, офигенный вопрос. Еще раз, до конца трансляции, минут через 10 расскажем. Ком ивент был последний раз? Последний раз был на ивенте с династой. Я как-то, мне не везет, я приезжаю, когда Виктор проебал. В смысле? Я же пьема выиграл, нет? Да. У тебя лампа очень сильно отсвечивает. Да я не могу. А ты что там, медленно под танцы кружишься, как Микси, что ли? Да я просто, я только встал, я разминаюсь, я весь день провел. А, да я тоже. Сеймурчи за компьютером. Панч против себя больше запомнился. Мне запомнился панч против меня, это панч пьема про Билана и невозможное возможно. Это прям сходу, что приходит, а то, что обычно приходит сходу, на ум, это прям лучшее. Ты игнорщик, Настя Володина говорит тебе. Я игнорщик, но сорян всем, кому не отвечаю. Вконтакте, ребят, что-то многого стало. О, под спидами кто-то. Вот так вот. Ты общаешься с батлбистами Фиделио? С подругой, там, мамой Стифлера своей? Ну, с Райт Рауном, с Райт Рауном, что-то мы списывались. С Труфриком списывались. Больше как-то ни с кем. Давно уже не общался. Ты общаешься с Лехой Медь? С Лехой Медь общаешься? С Лехой Медь, да, утешаю его. Слушай, такой персональный вопрос. Когда тебе исполнится 40 лет, ты подойдешь к Лехе Медь? Да, уткнусь ему со слезами в плечо и скажу, как ты был прав. В бушлат? Да, в бушлат. Он же не носит больше бушлат. А, ну да, да. В порезанное плечо. Теперь нет. Сколько нужно заплатить, чтобы против друг друга вышли батли? Мы уже батлили против друг друга, и это был не очень большой гонорар. Абсолютно. Я взял стовку от батлеров. У меня ноль. Я даже не знал, что мне ее дадут. Почему? Тебе же билеты тогда оплатили. Это я бесплатно батли. Да, да, да. Я такой батлер. Баттлю за билеты. За билеты и чтобы можно было утешиться потом. У тебя спрашивают про шрам, спрашивают у тебя, про прорежет вены. А, это не у тебя, спрашивают, это у Лехи. Сколько лет вот у тебя спрашивают? Картошка, халлоу. О, Саша, Саша, халлоу. Забе про тебя в интервью говорил. Я не знаю, что говорил Забе про меня, не смотрел он тоже. Блин, вот чем мне не нравится Забе, так это хронометражом. Вот его стримы я не смотрю, потому что они, сука, 3 часа длится. Я смотрю, вышел его интервью, интервью на час 20 или на час 40. Я думаю, ну как ты это делаешь, а, чувак? У него интересные стримы, конечно, но я чисто не могу найти время на это. Хотя я все еще хочу. Я вот не смотрел свой батл с Династом, я его хочу посмотреть на стриме у Забе, но для этого нужно такое хорошее настроение, потому что он наверняка мне охуесосит. Поэтому надо с таким нормальным настроением идти. Да, знаешь, я наоборот думаю о том, что типа интервью Забе всего лишь час 10. А, мало? Ему там вопросов задали 3 за это время. Но он всегда отвечает так минут под 30. Ты что, посмотрел все, что ли? А? Что все? Ну, в смысле, ты все интервью посмотрел? Да нет, нет, я просто видел, что оно вышло. А, нет, в смысле, ты говоришь про 3 вопроса, я думал это. Я говорю, я увидел хронометраж и думаю, типа, ну, походу, ему вопросы 3 устали за это время задать. А мне кажется, знаешь, что в интервью у Забе было? Он, короче, это, ему задают вопрос, и он такой, вот сейчас прилетит топ 10 донатиков, и после этого отвечу. Да, да, да. Скорее всего, скорее всего, ждал. Вот, делай так же, делай так же. И спойлер давай. Ой, как раскрутиться стримеру? Короче, ребята, смотрите, 28 минут прошло, на 35-й минуте я расскажу какой-нибудь спойлер офигенный. Надо накидать донатов, только проблема в том, что здесь не указано, куда их кидать, но вы держитесь там, и все такое. Забе сказал, что его раунд против паровоза это самый жесткий бодибэк в мире. Ну, это было жестко достаточно. Да не, не в мире, не в мире. Там же что-то была на Западе такая хуйня, когда чувак прям на баттле заявил, что его оппонент изменял тёлке, да, походу? А, про это да, 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 было. Тёлке, походу. Ну, там, там было, были баттлы пожёстче, но в России, наверное, да. Ну, в России, да. И Забе сказал, что Сеймур один из тех, кто сможет порвать любого с Версуса. Прикинь? Ну, охуеть, как приятно. Спасибо. Офигеть, ты бы это... Надо визуализировать, вот тут какой-то там говорит некий чувак. Ты вон, ты всегда обещаешь спойлеры, не говоришь, ты охуел? Блин, а... Давай спойлерни какой-нибудь, какой-нибудь баттл. А чего спойлернуть? Нет, в смысле спойлернуть. Мне, кстати, сегодня написал чувак, ну, он как, он писал последние два дня, говорит, вопрос, выиграл ты или Микси? Я ему культурно ответил. Чувак, неважно кто, ну, неважно кто выиграл, и неважно с кем я баттлю. Вот, и он мне пишет два, всё пишет. Я никому не скажу, я сразу удалю переписку. Я говорю, слушай, штрафные санкции 150 тысяч, если я солью информацию. Чё, реально у вас штрафные санкции предусмотрены? Да, блин, у нас... Я не помню контракт, я, знаешь, этот... Подписал, да похуй, типа, лишь бы взяли... Вот, ну, у нас есть штрафные санкции... Я так тоже как-то подписал, конечно. Вот, 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 только ты на Фиделио, а я на Версус. Суть одна и та же. Просто нет, суть в том, что... Я, в общем, подписал, у нас есть штрафные санкции за забытый текст. Значит, скорее всего, есть санкции за это. Я ему говорю, ты мне переведёшь сейчас 150 тысяч, я тебе расскажу все пары четвёртого этапа, кто выиграл, и скину свой текст. И он такой, я школьник, мне там 9 с половиной лет, исполнится через 4 года. И, короче, это... Откуда у меня такие деньги? Расскажи мне, я никому не расскажу. Я, говорит, сразу удалю переписку. Я говорю, чувак, нет, так не работает. Я удалю переписку. И мне, когда начинают такие люди заёбывать, я терпеливый человек, я очень редко кого-то баню. И я ему говорю, слушай, господин, не заёбывай меня от греха подальше. Он такой, я никому не скажу. Я не прочитал. Спустя 2 часа он пишет. А что значит от греха подальше? Я думаю... Ты бы разъебал Тирепса? Я Тирепсу хорошо отвечу. Вот у тебя спрашивают, кто самый сильный твой оппонент? Не знаю, Рома Тилс, наверное. Рома Тилс. Это гроза питерского пикапа, который... Да, да. Братишка Рома Тилс. Который отбивает баб у всех парнишек с Версуса. Да, с которым девочки уходят. Который главного бандита Розетта. Кстати, у меня есть спойлер, ребят. О, какой у меня спойлер есть. Мне вчера девчонка, которая ушла с Ромой Тилсом, скинула переписку с Микси. Он просто на неё обиделся, удалил из друзей. Вот, она мне скинула с ним переписку. И, в общем-то, ну, Микси такой чувак. Вот это вам спойлер на будущее. Думайте, какой Микси чувак. Такой вот джентльмен, который ей написал «Извини, что твое имя упомянули на батле». Или немножко оказался плохим человеком. Вот. Я бы не зная, ответил второй. Потому что он такой странный чувак. Блин, я не успел вопросов читать. Всё потому, что половина занимает твоё лицо. Блин, я могу убрать. Это не девятилетний чувак. Просто давайте чёрный фон. Да какая разница. Не уберётся половина экрана. Понимаешь, она не появится. А ты какой чувак? Я чувак? Я весёлый. О, это Громова. Громова. Да я классный чувак. Я вот с ней стебусь. Яркий гордыш. Зачем ты в 3D-очках своих? Напоминаю, что на 35-й минуте я расскажу спойлер за донат, почему я в 3D-очках. Но, да я не знаю, что ты давно не был в 3D-очках. Я теперь на батлах в 3D-очках достаточно... Кстати, на последнем батле в четвёртом этапе я третий раунд начинал читать без очков. Вот. И я понял, что ощущения какие-то не те. Реально. Я начал как-то плыть. Как-то атмосферно меня начало давить. И всё такое. И я испугался, что, блин, весь мир меня убьёт. Короче, в 3D-очках как-то я вот реально батлить привык в 3D-очках уже. Я не знаю, почему это. Айша, он тебе пишет. Кто был внимательный, был спойлер. Да? На четвёртом этапе я батлил очки. Какой спойлер? Я сказал, что я батлил с МакКонаном, с Миттем. Всё, заметил. Кто-нибудь на что заметил. А, да ладно, пофиг. Спойлер. Я же специально... Мы специально запутываем следы. Вы забатлили ещё раз на версус слово SPB. Кстати, давайте это... Я попаду в основу Версуса и мы с Эймуром забатлили комплиментарку. Слово SPB больше не существует, чтобы батлить. Кстати, в натуре я... Слово SPB не существует. Я не смотрю... Ты смотришь сезон рвать на битах? Нет. Мне что-то вообще неинтересно. Я и 140 битов не смотрел. Я тоже не смотрю. И как-то грустно стало на самом деле за слово SPB. Прям... Ну, очень... Вообще печалька. Вообще печалька. При том, что Лакос говорил где-то в течение года, наверное, что мы мутим сезон. Мы мутим сезон. Вот-вот, блядь. Ты будешь... Там приедешь, там поучаствуешься. Хуйня, короче. Вот, все. Через месяц точно. Вот. Через пару недель все запускаем. И в итоге... Хуйня. Сеймур. В основе версуса Огил. Что я думаю? Так никто пока не знает, в основе он или нет. На РБЛ я был, да. Кстати, на последнем... О! Вышел на РБЛ батл. Как этого чувака-то зовут? Напишите, с кем вышел батл у Эль Лока. Блин, я забыл. Сори. Как чувака сделал. Который сделал лучшее выступление в Велл. Келпи, точно. Блин, просто ник вылетел. Вот, я... Я начал смотреть эту тему и что-то, ну, блин, так скучно показалось, нет? Блин, может быть, я настолько вот приелся этими батлами, что... Ну, блядь, вот реально, типа, все восхваляли этот батл, а я что-то начал смотреть. И что у Лока выдержал минут пять, наверное. Что у Келпи минут пять. Келпи, да. Спасибо за Келпи. Я просто забыл ник. Я стоял на этом батле, я не знаю, просто не видел. Видно меня нет. Я прям с парагримом стоял за ним. И мне показалось, что Келпи сделал очень круто. И прям, ну, вот... Не знаю, просто у меня тоже восприятие поменялось после версуса немножко к батлам. Ну, вот. А сколько людей возьмут в основу из сезона, этому одному ресторатору известно. Без понятия. Вот. уже... Ты что, думаешь, взяли? Да всех берут. Халям-балям будет батлиться приезжать? Ну... А с кем бы? Почему нет? Кстати, ребята, вот смотрите, теоретически, если берут, например, Стаса, да, Халям-балям в основу версуса, с кем бы он мог забатлить? Цены на бой не изменились. Косарь баксов. От Косаря бакса, в смысле. Скоро все, скоро основа версуса тоже будет сплошными уебками со словом. Кстати, да. Я не могу... Я не уебок со словом. Ну, правда, это... Гриша, Гриша... Ну, в смысле... У нас как устроено в баттлах? Где ты первый свой баттл отбатлил, все, это твоя площадка навеки. Я что, буду уебокс... Уебокс на слуху я буду? На слуху у тебя была первая площадка? Я в 2013 году был, это до трубатла, еще за два года до трубатла была площадка, где я судил. Площадка на слуху была. Где, кстати, Глеб Файб баттлился в полуфинале, по-моему, проиграл. И этот... Я, короче... Слова видишь, а ты предатель, блядь. Почему у тебя в месте работы стоит трубатл? А у меня не трубатл. А, кстати, ты хорошо подвел к месту работы. Нет, эфир будет недолго, эфир минут, наверное, так, ты просто уебок. Я сегодня за оскорбление всех баню. Дио в аудио в бан. Забанить, пошел нахуй. Сейчас я разбаню его. А если я буду всех разбанивать, ребята. Это, но почему ты не растешь в профплане? Хороший вопрос. После последнего баттла арестор мне сказал, ты делаешь так, чтобы выиграть. Ты не делаешь так, чтобы остаться в истории. Мудрая мысль очень. Вот так вот. Витя, если я тебя нарисую, оценишь. Ну, смотря чем, где, наверное, да, если это красиво будет. Так, ну что, ребята, давайте, знаете что, какой самый красивый, милый смайлик? Какой смайлик характеризует Москву? Не знаю. А я знаю. Кусок говна вот этот. Какой кусок говна. Ребята, смотрите, я сейчас смайлик, который характеризует Москву. Сейчас я найду его. Блин, а тут рыба есть. А кто тут думает, что тебе гонорар платят за баттл? Вот плохие. Ничего. Платят. Где гонорар? Заплатите мне за баттл? Бесплатную толстовку дают ему за баттл. Какой гонорар? Вы что, издеваетесь? Гонорар на ФБ? О, пошли люди. Это смайлы? Просто смайлы? За Б вынесет Окси? Да, вынес бы. Блин, про них, кстати, как ты ник выбрал? Ты рассказывал эту историю? Или я не знаю? Блин, миллион раз отвечал на эту вопрос. Просто он немного созвучен с моим именем. И еще лет в 10, я когда начинал играться в компьютерные игрульки, герой мне, по-моему, надо было, ник придумал. И, короче, и все. Я услышал какое-то имя, вот это имя в каком-то фильме. И мне понравилось, мне показалось, что он созвучно с моим именем. Сергей, Саймур. А, неплохая рифма. Вообще нет, но для действительно, наверное, было, да. Виктор, Виноделие. Да, созвучно у меня тоже. Короче, ребята, о, Саймяу, это наш братишка. До того, как он стал плохим, он был хорошим чуваком с текстовиков. Смотрите, ребята, смайлик, который характеризует Москву. А знаете, почему три тигра? Я тоже не знаю, почему три тигра, но просто в быстром наборе у меня были тигриные смайлы. Так вот, ребята, мы перешли к главному. Зачем мы сегодня здесь собрались? Коллега, начинай. Я? Че я? Ты скажи. Короче, ребята, особенно это касается москвичей. В общем, такая тема. Мы с Сережей запустили новый проект. Это уникальный, не имеющий аналогов проект в мире, который называется Безумие. Подождите, сейчас я не буду смотреть вообще в чат. Я буду максимально смотреть на вас, потом зададите свои вопросы. Вот. Особенно москвичи. Москвичи, слушайте, перед москвичами я готов даже снять 3D-очки. Вот. И, короче, мы запустили проект Безумие. В общем, это барная викторина. Если кто из вас слышал, что такое квиз, то вы, в принципе, это поймете. Квиз это барная викторина, куда вы приходите с командой, куда приходят еще куча других команд, и вы просто отвечаете на вопросы. Вам дяденьки задают вопросы разные, абсолютно, и вы должны дать правильный ответ. Вот суть этих квизов. И мы запустили примерно то же самое, только наш квиз рассчитан не на знание, а на фантазию, на чувство юмора, не на знание батл рэпа, тем более к батл рэпу это не имеет никакого отношения. Вот. Это чисто на, чуть-чуть на логику, но в основном это на фантазию, креатив и чувство юмора. Потому что обычно ты приходишь в бар, участвуешь в викторине, и там вопрос на знание, да? То есть вопрос, например, какого числа была монголо-тараканская битва? И ты такой, херак, бля, не знаю. Или следующий вопрос, сколько хуев Витя Борин насует микси в каком-то из этапов? Это вопрос, это хороший вопрос, кстати, это на вас в кухне. Это вопрос хороший, но вопрос на знание. А мы придумали Сереже то же самое, то есть Сереж придумал, а я подмазался, то же самое, только на фантазию и на чувство юмора. Поэтому, ребята, если вы из Москвы, первая игра 13 октября в 17.00, приходите на игру в Москву. О, привет там всем, кто с тобой стоит рядом. Да, тебе тоже. Привет, привет там. Привет, госпожа. Поэтому, ребята, всем, кому интересно, кто хочет посидеть в баре, выпить пиво, кто хочет поотвечать на интересные вопросы, кто хочет поотвечать на скучные вопросы или кто хочет ответить весело на скучные вопросы, приходите, заодно пообщаемся. Бар называется КПИВЗАВОД77, он находится на Красносельской и Бауманской. 13 октября, в эту субботу, все подробности можно найти, либо написать в личку сайт mybesumia.ru входной билет стоит 500 рублей с человека, бери команду от 2 до 9 человек, если ты очень веселый чувак, но ты пиздец какой-нибудь дружелюбный и у тебя есть какой-нибудь братишка, бери братишку или сестренку и приходите вдвоем. А если ты занудный мудак, но у тебя есть 8 классных веселых ребят, бери их с собой и приходите в девятером на нашу игру. В общем-то, про басли можно говорить. Короче, ребята, пишите в личку, кому это интересно. Короче, будет круто, будет весело реально всем, кто в Москве, всем, кому, не знаю, нравится наше творчество, батловое, не батловое, на самом деле, типа, похуя. Ну, как бы, батлов в ближайшее время не планируется, но вы можете прийти и пообщаться с нами. Ну, и в принципе, развлечься, потому что это будет веселая движуха, по сути, можно даже параллель с батл рэпом провести, потому что, ну, вам придется делать такие, знаете, ну, типа, как вот выкупать панчи, только вам придется угадывать концовку этих панчей. Ну, можно так сказать. В общем, смотрите, ребята, это будет семь раундов, в каждом из них в основном по шесть вопросов, где-то больше, где-то меньше, вопросы вообще из различных сфер, вопросы на знание фильмов, книг, но никакого батл рэпа. Если вы хотите про батл рэп, то давайте после можем пообщаться. Это не дружеская такая, типа, посиделка с нашими братишками из интернета, да, там, я не знаю, как у вас, ну, не фанаты, а наши, кореша, наши поклонники. Это мероприятие абсолютно для всех смертных людей в этом мире, поэтому, если вы придете и чисто ради нас, то мы, конечно, пообщаемся с вами после, там, после или в перерывах, а так приходите, должно быть очень весело, первая игра в субботу, 13 октября, следующая игра будет 20 октября. Какие призы? Призы, сразу говорю, бою головку не покажу, оп, но призы будут. Мы пока сами не знаем, какие призы, но будут призы. Для первых команд будут призы, но, скорее всего, это будет бухло. Немножечко всякие, короче, алкогольные подарочки от бара, ну, и плюс от нас небольшие подарочки, презенты. Я нескольких человек уже исключил, короче, из этого, ну, скрыл от них трансляции, вот, человек с ником Ди-во-ва-ву-дио, я вот, я бы его тоже забанил. Текст на МакКоев. В общем, ребята, видео с мероприятий не будет, это не ютуб-шоу, то есть, это игра пришли, поиграли, ушли. Игра планируется каждую субботу проводиться, пока в Москве, если в Москве, в том числе с вашей помощью, с вашим желанием пройдет все круто, то следующую мы запустим в Питере и одну игру в Архангельске. Ну, а дальше все посмотрим. Ну, да, на видео не имеет смысла запускать просто такую движуху, потому что это интересно, в этом интересно участвовать именно в живую. И, короче, ну, интересно не смотреть, как кто-то другой угадывает, а интересно угадывать самому. и это довольно весело, и у каждой команды получается по-своему, но у всех получается забавно. Короче, проверяли эту тему, и будет круто. Да, конечно, можно роспись получить, это без проблем. Мы не то, что вам это зазываем, чтобы там для количества, просто кому интересно, приходите, должно быть весело, потому что люди, которые смотрят Battle Rap, это сами по себе такие веселые люди, которые выкупают эту движуху, любят поугарать, любят поржать, какого-то хера любят микси, не понимаю, почему. Это к делу вообще не относится. Но в основном это веселые люди, веселые школьники, веселые дяденьки взрослые. И поэтому вживую это все должно быть весело, особенно для тех, кто не ходил на батлы, это, конечно, не батл, но по атмосфере примерно это то же самое, потому что это весело. То есть фото... Фитерой пристайлить без проблем. А вот вам бесплатный спойлер, я буду ведущим этого мероприятия. Это сразу всем обращение к моим будущим соперникам. Ребята, вы знаете теперь, за что батлить. Я не работаю в офисе, но я теперь с Сережей провожу игры и пишу их. Так что давайте-ка батлите меня за это. За то, что поняли намек, кто за это может забатлить. Вот. И, в общем-то, вот все. Я сейчас не в МСК, но я часто теперь в МСК бываю. Поэтому, ребята, в эту субботу в эту субботу там не будет конкурсов типа отжиматься на плакате, перекатывать яичко между штанинами. Между штанинами, да. То есть, это просто вопросы на знание, на чувство юмора, на логику, на фантазию и просто на то, какой вы офигенный человек. Квизы судятся, да, за каждый правильный ответ вы получаете баллы и, соответственно, побеждает лучшая команда, которая по итогу семи раундов набрала больше всех баллов. Вот. Поэтому, ребята, если есть желание, приходите еще раз. Каждую субботу движуха сайт mybesumia.ru но всю информацию вы можете найти на инстаграммчик вон наш, подписывайтесь. Мы там выкладываем немножко вопросики, ну, примеры вопросов, которые там будут. Блин, адрес. Там будут, а типа того, что там будет. Можно ознакомиться, посмотреть. Ты помнишь адрес этого бара? Адрес? Что-то там спортсменский перевод. Короче, это метро Красносельская, это Красная ветка, это практически центр. Ну, в общем, это очень пиздатый бар, в который сам производит пивас, поэтому там крутой и дешевый пивас за 200 рублей можно попить всякого крутого крафтового пивка для любителей этих модных слов. И, кстати, если вы... Есть там пиздатый интерьер, куча экранов, куча хорошая музыка, которую мы накачаем, так что рэпчика немножко будет все-таки. О, я не пойду тогда. Чего это ваш рэпчик? Я надеюсь, Микси включишь импалу, трек про импалу желаю узнать. Братишка мой старается, пишет. Обязательно, обязательно. Когда вот это будет неправильный ответ, знаешь, объявлять, вместо будет трек с Микси. Кстати, ребята, вам могу сказать спойлер, очень смешной спойлер, прям реально очень смешной спойлер. Я знаю, что Гриша сегодня целый день про это пишет. Блин, знаете, что Микси сказал? Микси на батле Парагрину, помнишь, Парагрин читал рэп на батле? да. И Микси там ему что-то сказал, и после этого Гриша сказал ему, ты что, тупой? И я на заднем фоне крикнул, я просто этот момент только посмотрел нарезку, типа, что ты перебиваешь, бля? Короче, ребята, очень главный спойлер, в принципе, по-моему, это слышно на видео, Микси спросил у Парагрина, где рифмы. То есть, подождите, не так, не так, не Микси спросил у Парагрина, где рифмы, а поводок, поводок спросил у рифмы, ой, у Парагрина где рифмы? Вот вам небольшой спойлер, за то, что вы дождались, и это подарок всем москвичам, которые здесь проставили плюс, то есть, человек... Я предлагаю вам, короче, весь следующий батл Микси просто выкрикивать ему, где Панчи? Где Панчи? Бля, где Панчи? Не-не-не, а там все, что угодно. Где Панчи? Где Телки? Как ты в будущее попал? Или в прошлое, там, куда он? Где трансляции за Б, где футболку твою купить? Короче, там очень много можно... Так, вопрос, Витя, а с кем ты хотел побаттлить в родном городе, что ресторатор не разрешил? Кстати, да, насчет этой темы был батл, у нас планировался типа Бэт Барса с Майком, Майк это... Никто не помнит, кто такой Майк, но помнит, кто такой чувак, который довел Телку до Сквирта на баттли. Вот, это прям этот... Это... До Сквирта? Ну, она заплакала же. Нет, это не Сквирт. Я просто из села, я не знаю. Вот, поэтому... 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 Я сразу про Айшу почему-то стал думать. Кстати, Айша где-то здесь смотрела нашу трансляцию. Вот, и, в общем-то, она... Айша красотка, она спросила, типа, в кружке проводить-то будете? Чё... Чё проводила? Чё спросила? Она спросила, типа, проводить-то в кружке будете? А, не, не в кружке, она только... Под ёпочка, под ёпочка. А, я понял, я понял. Прикольно. А кружка же бастуская? Нет, в кружку я вожу только в людей. Ооо! Понятных. А нормальных людей я приглашаю в нормальные места. Да, Клипзавод 77. Вот, поэтому, чтобы у вас не было вопросов, и, наверное, я Гришу, Гриша, извини меня, что я тебя избавил от этой ноши. Вот, Микси поинтересовался у деда Григория, дескать, дед, а где у тебя рифмы? Заберёте, насрёте, вспоминаются рифмы. Ещё, я помню, у Микси была какая-то рифма, прям, четыре подряд глагола. Я сейчас не вспомню, но там что-то... А скрыться там, что-то там вскрылись... Ой, короче, вот, не суть. Ну, чё, ребята, кружка это бар. В общем, я крик... Общество, общество защиты кружки, блядь, сбылось. Общество защиты кружки, чё, блядь, кружка нормальное место. Я, в кружке, по-моему, один раз съём был. На Версус ещё появлюсь, наверное, ну да, мы, короче, в итоге с ресторатором разошлись в хороших, и он сказал, типа, круто, выбирай соперника. Вот, давайте тогда добьём до часа, раз уж мы вот это болтаем. В общем, ребята... А, сбылись, скрылись, да-да-да, вот эта вот вся тема. Эфир я сохраню, на всякий случай, вот. Выкладывайте там, не выкладывайте, хрен знает кого. Вот, значит, батл такой должен был быть, да, с Лёхой Майком, но почему-то только микси можно. Микси можно не рифмовать и выигрывать, микси можно не панчить, выигрывать, микси можно батлить, где попало. Микси можно быть, не буду там говорить других плохих слов. Короче, ладно, это дело микси, микси, братишки. По игре мало сказали, значит, чего по игре хочу сказать. От двух до девяти человек обязательно в команде. Семь раундов, сорок плюс вопросов, два с половиной часа игра, тринадцатый октября, семнадцать ноль ноль, запуск гостей в шестнадцать тридцать, Красносельская, Баума. Кто хочет прийти, все, пожалуйста, регайтесь заранее, потому что ограниченное число места, нам надо будет подготовить для вас таблички с названием ваших команд и так далее. Короче, надо зарегаться на сайте обязательно. или по телефону. Ребята, кого заинтересовала наша игра, наше предложение, кстати, игра не имеет примерных аналогов, да, в основном игры проводятся чисто на знания, вот там, да, когда тараканские гиды, вот эту я говорю, и про микси. А у нас вопросы чисто на и на логику, и на веселье, на креатив, и мы даем баллы не только за правильные ответы, но и за креативные, веселые. То есть, если... Теоретически у нас можно просто прикалываться, и при этом выиграть игру. Чувак, если ты ушел из девятого класса и чувствуешь, что на интеллектуальных играх тебе делать нечего, но ты при этом веселый чувак, приходи к нам, потому что за угарные веселые ответы, мы тебе дадим больше всех баллов, будешь больше умников всяких, и там друзья будут плакать такой, типа, о, ребята, меня выиграли, я после одиннадцатого ушел, а девятиклассник меня сделал. Поэтому неважно уровень ваших знаний в палеонтологии, уровень знаний поклейки, обои, ев, и ламината, это все херня. Главное, будете этим. И, кстати, 18+, примерно, ну, на самом деле, если захотите, если захотите прийти, пишите заранее, да, как зарегистрируйтесь, вот, потому что надо будет вас провести туда, и, ну, соответственно, алкоголь вы пить там не будете, это логично, вот, вообще игры 18+, да, потому что это бар, но вы можете приходить, конечно, если вам... В смысле, ну, типа, со взрослым можно прийти, например. Ну, да, 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 и при этом вам алкоголь не будут, то есть чисто, если у вас там куча будет 15-летних чуваков, блин, сори, как бы не хотелось, но вас не пустят, вот. В девятом классе ничего вообще плохого, плохого это, плохого нет, все круто. Так что, в общем, ребята, кому интересно, как происходит регистрация, вам надо будет зайти на сайт MyBezumia, вы можете найти его у меня на странице, или спросить в Инстаграме, я вам пошлю, заходите на сайт, выбирайте игру, которая вам нравится, ближайшая игра 13-го, следующая 20-го октября, вот, и потом через две недельки в начале ноября, и в регистрации просто указывайте название команды, капитана, сколько у вас будет человек, почту, телефон, и все. На игру там приходите своей командой, платите по 500 рублей с человека, и вы в безумии. И мы в безумии, и вы в безумии. Да. То есть, если 14 лет тебе, то с 18-летним человеком, тебя... Чтобы вот этот человек, чему почувствовал себя значимым, я закрепил его комментарий, это сайт, сайт Май Безумие, да, заходите туда, на нашем сайте написаны примерные задания, написаны раунды, какие будут, да, 7 раундов, краткое описание. Вот. Ну и, в принципе, всю информацию найдете, так что, если вам интересно, пожалуйста, изи, приходите, поиграем, после этого там, пообщаемся, может быть, еще чуть в баре останемся, ну, можно поболтать. Вот и все. Мне нравятся вот эти люди, которые задают тебе вопрос, вот, ровно через минуту после того, как ты на него ответил. Может, задержка идет, трансляция, я не знаю. Просто. Про Династа я отвечал в предыдущей трансляции, я не согласен с 3-0, согласен с поражением, но не 3-0. Вот. Ладно, короче, Витек, я погнал, ко мне пришли. Моя семья. Минутку добью, попрощаюсь со всеми. Ну, давайте. Короче, я со всеми прощаюсь, ребятки. Все, давайте еще пообщаемся как-нибудь. Да. Подписывайтесь на инстаграм Сеймур, он его открыл. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, хэштег Сеймуржит, вся хуйня. Сеймуржит, дергайте за колокольчики. Да, хэштег Сеймуржит. Ладно, все, короче, счастливо. на связи, все. Счастливо. Давай. Отключить. Ей, Серега лучший. О, наконец-то, я вижу весь экран. Ну, что, ребята, осталось полминутки. Я всем говорю вам спасибо за эту чудесную, опять веселую трансляцию. Пишите в директ, кто заинтересовался по поводу, по поводу игры и по поводу всего. Завтра, возможно, выйду в трансляцию в ВК, ВК, ВКонтакте, то же самое поболтать. В общем, кто аутсайдер? Да, я не знаю, кто аутсайдер. Ну, правда, я не могу сказать, что кто-то аутсайдер. Если смотреть по баллам, то это МакКонан и Казах. Да, а так по общему впечатлению. Ладно, всем спасибо. Ей, ребята, салют. С вами Витя Бови, самый трушный на этом поле боя. А твой стиль наебка, кофейня, Джонни Боя. Вот. Долгие истории рассказываем по 20 минут. Всем спасибо. От души всех обнял. С вами Витя Бови. Безумие. Еее. Еее.